Жизнь собственников квартир в общежитии номер 3 по улице Лукина в Твери превратилась в испытание канализационной водой и гнилыми трубами. Все новогодние праздники жители пятиэтажки провели, вычерпывая помои из уборной и из коридора. В прорыве стояка, который и стал причиной всех бед, жильцы винят управляющую компанию, а та, в свою очередь, не спешит на помощь, мотивируя свою позицию тем, что в доме одни должники и ремонтировать трубы не на что. Кто кому и что должен? Юрист расставил все точки над «и». Как говорится в песне, главнее всего – погода в доме. А погода в этом общежитии всегда пасмурная. В первый же день нового 2021 года начались канализационные дожди. Миновать коридор первого этажа жильцы стараются как можно быстрее, чтобы не попасть под капли канализационного ливня. Смердящие струи расползлись по стене потолку, рядом с проводами и лампой. Больше всего собственники квадратных метров боятся, что проводку однажды замкнет. Причина – это не погода, износившийся стояк на втором этаже. Вот та труба, она тоже дырявая. А давно у вас в таком состоянии трубы? Ой, наверное. В прошлом году мы как-то не замечали, мы раз в месяц вызывали, а теперь с первого января. Утро первого января для Надежды Самолетовой началось с отнюдь не новогоднего сюрприза. Открыв дверь в туалет, на втором этаже женщина обнаружила унитазы, переполненные зловонными водами и фекалиями. Нас замучила канализация. Она встает штопором и нельзя ни пройти, ни проехать. Вызываем слесарей. С 1 по 10 января мы вызывали 10 раз. Они приезжали. Прочистят буквально на несколько часов. Потом все то же самое. Трубы надо заменять. Им 40 лет в обед. Они все прогнили. Труба, которая в туалете, она течет. Стояк по стояку вода течет. Для похода в туалет жильцам впору запасаться калошами. А как бы соседу-инвалиду, который с трудом передвигается, негодует женщина. Но еще больше ее возмущает позиция управляющей компании, куда они обращались за помощью. Управляющая компания говорит, директор, я была у Муравьева, Сергея Павловича, 21-го. Он сказал, в мою капитинцию это не входит. В местный саря. Вот они приехали, я говорю, приехали. Сделали, сделали. На 5 минут, на 10 его это не волнует. У Капрофи в чем ведение. Этот дом письменно прокомментировал свою позицию. Руководство подтвердило, что подтопление было из-за износа лежака. Но всем, чем она может помочь, это прочистить и устранить засор. Вот что написало руководство компании. На сегодняшний день задолженность дома перед УК 229 880 рублей. Жителям было предложено приобрести материал, либо компенсировать его стоимость. А УК выполнит все надлежащие работы по замене лежака. Но жители отказались. Кто кому должен в данной ситуации, разъясняет юрист. Согласно букве закона, с таким предложением жильцы вправе не согласиться. В любом случае, если прорвало общий стояк, который в последующем привел, да, или засор стояка привел к разрыву труб, которые даже относятся к ведению жильцов, это ответственность управляющей компании. Жильцы вправе оценить ущерб полным объемом и требовать возмещения. Впрочем, и задолженность, которая стала яблоком раздора между УК и жильцами, не повод для отказа проводить ремонтные работы. Управляющая компания вправе предъявить каждому жильцу в отдельности требование о возмещении уплаты долга в порядке принудительного взыскания через суд. Но это никак не является основанием для того, чтобы снижать, либо исключать к возмещению чаще ущерба, причиненного другим событиям, а именно затоплением. Таким образом, ситуацию, кто кому и в каком объеме должен, можно разрешить в суде. Размытые стены и испорченные палы жителям общежития привести в порядок влетит в копеечку. Собственно, как и для управляющей компании, замена стояка – дело куда менее затратное. В любом случае, платить по счетам придется обеим сторонам.